Программа Sony Vegas Pro имеем проблему следующего характера. При добавлении видео получается, что все изображение заменяется зеленым. Некоторые видеофайлы хорошие, а некоторые добавляются таким образом. При этом аудиодорожка в порядке. Вот что получается. Немного погуглив, решение проблемы так и не нашлось. Парочку способов было, но они уже не рабочие. Сейчас будем смотреть, с чем это связано и как мы будем решать эту проблему. Сначала покажу, чего делать не стоит. Нашел в интернете типа рабочий способ, который решает эту проблему. Он заключался в переименовании одного из файлов, а точнее папки, которые типа должны решить эту проблему. Но переименовав этот файл, у меня напрочь завис Sony Vegas, а за ним и компьютер. То есть, в принципе, этого делать не стоит, как бы вам не казалось. Ну и сейчас перейдем действительно к решению проблем. Почему вообще так произошло? Что я заметил? Все мои файлы, добавленные в проект изначально, имели определенное разрешение. Если мы зайдем в свойства видеофайла и посмотрим его разрешение во вкладке подробно, то мы увидим, что 1920 на 1080. А тот файл, который отобразился зеленым, имеет разрешение другое, намного меньше. Мне кажется, отсюда, в принципе, и есть эта проблема. Для того, чтобы это все исправить, нам понадобится программа. На эту программу я записывал обзор. Этой программой я решил множество задач. Это программа по изменению кодировок видео, а также изменение разрешения. Ну, в общем-то, бесплатная программа по работе с видео. Ссылочку на ее оставлю в описании и на ее обзор. Давайте запустим эту программу. XVid 4 PCP. Добавим сюда наше видео. Если вы будете добавлять несколько видео, не забудьте выделить их, чтобы потом выставлять для них параметры. Либо же по одному. А то получится так, что к одному параметры применятся, к остальным нет. Ну, ладно. Поехали дальше. Справа вы видите панель настроек. То есть, кодировки, какой формат. Формат можно оставить тот же. Apple 1080. В общем, все оставить, как у меня. Единственное, что находим сейчас, это размер кадра. Нажимаем показать параметры и изменяем на 1920-1080. То есть, чтобы он был, как все видео. Чтобы Sony Vegas распознавал все видео. Файлы одинаковые. 1920 на 1080. В принципе, здесь мы больше ничего менять не будем. Аудио кодеки трогать не надо. Кодек видео оставляем так же и нажимаем старт слева. Дожидаемся окончания перекодировки видео и посмотрим на полученный результат. Ну что ж, перекодировка файла завершилась. Давайте закроем программу. Появился новый файл на рабочем столе. Немножечко его переименую. Закинув ту же папку, чтобы было легче сравнивать. Вот новый файл. Открываем программу Sony Vegas Pro. Можно даже не перезагружать. И добавляем вновь перекодированный файл. И что же мы наблюдаем? Проблема решилась. Зеленого экрана больше нет. Все работает, все прекрасно. Вот таким образом решается проблема с зелеными видео файлами Sony Vegas. Это именно правильное решение проблемы, а не переименование папки и так далее. Давайте для примера добавим старый, который был с ошибкой. Вот такая история. Возьму льгаOnline с ОстATION Продолжение следует...